Привет, друзья! Сегодня нам придется вернуться к теме Metal Family. Как оказалось, благодаря вашей прозорливости и ответственности, друзья, эта поделка страдает не только от обесценивания, но и довольно токсично. Поехали! Помимо самого сериала, создатели Metal Family занимаются и таким фан-сервисом, как ответы анимационных персонажей на вопросы аудитории. Подобный контент, помимо угождения фанатам, должен скратить ожидания в межсезонье, по всей видимости. И вот, в последнем выпуске на вопросы отвечал такой персонаж, как Чес. Казалось бы, но отвечал и отвечал, что тут такого, но не тут-то было. На простой и безобидный вопрос поклонницы, что слушаешь, персонаж ответил банально. Музыку. Зашел на ее страницу ВКонтакте, включил песню под ее фотографией, после чего глубокомысленно изрек, что ей лечиться надо. И это, друзья мои, иначе как пиздецом не назовешь. Но давайте по порядку. Безусловно, самое очевидное, что можно сказать в поддержку этой ситуации, что этот персонаж воплощает определенный опыт человека с консервативным мышлением. Мол, было время, когда субкультуры жестко между собой конфликтовали. И тогда было в порядке вещей опустить людей за иной музыкальный вкус. Действительно, было такое позорное явление лет 20 назад, если не больше. Оно носило при этом не только межвидовое, но и внутривидовой конфликт. Был правильный и неправильный металл. True и false. Только вот проблема вся в том, что этим занимались малолетние дебилы. И речь не о физическом возрасте, а о состоянии души. Проще говоря, говнари. Оба крыла славянофильская, утверждающая, что русская музыка превыше всего. И западная, утверждающая, что только там настоящий металл. А здесь рзац и суррогат. Но зачем было ворошить это не самое красивое прошлое? Почему на безобидный вопрос последовала не совсем адекватная реакция? Для чего нужно было палить не только имя человека, задавшего вопрос, как было и в прошлых выпусках, но и саму страницу с фотографией и обсуждать чужой музыкальный вкус? Если человек этого даже не просил и не является публичным лицом. Двум взрослым людям, которые занимаются созданием сериала, показалось, видимо, очень смешным взять и прилюдно унизить ребёнка и его музыкальные предпочтения. Так по слову можно было обыграть намного смешнее и менее обидно для вопрошающего, но нет, это слишком сложно, это тонкие материи, да и вообще зачем заморачиваться. Фанбаза и так сожрёт. Надо понимать, что времена меняются, и человечество как-то стремится сделать более удобную и комфортную, инклюзивную среду для всех, чтобы никто не чувствовал себя изгоем за то, что его вкусы и взгляды отличаются от других. Metal Family зачем-то занимается некромантией. Понятно, что для взрослого человека в этой... ...шутке... Нет ничего особенного, все уже привыкли к стандартам, что было дальше, стендапов и прочего подобного юмора, но основная аудитория Metal Family, судя по активности фандома, представляет собой более молодых и ранимых людей. Вот чем мыслили создатели сериала, когда решили публично уязвить своего собственного поклонника. Наверное, если подойти к ним на улице и спросить сколько времени, то они оценят внешний вид задавшего вопрос, а потом скажут, что ему помыться надо, к примеру. Ну камон, вы же понимаете, что ваше шоу рассчитано на детскую аудиторию. И я что-то сомневаюсь, чтобы тот же бараш или кто-то подобный вместо ответа на вопрос начал бы публично задирать спросившего его ребенка о том, какую музыку он любит. Да-да, можно сказать, что у сериала стоит плашка 18+, но это скорее попытка избежать лишних проблем со стороны отзывчивой общественности, чем реальное обозначение более взрослого контента. Понимает ли Metal Family, что своим выпадом они спровоцировали часть своей аудитории на неадекватное поведение в адрес человека, задавшего, повторюсь, безобидный вопрос? Вероятно, не особо, поскольку вместо того, чтобы набраться мужества и публично признать свою неправоту и извиниться, они просто решили закрыть рубрику. Получается такая дешевая манипуляция. Это не мы обосрались, это вы неправильно поняли, и вообще смысл что-то делать для таких неблагодарных зрителей. Это не говоря уже о том, что они косвенно прошлись и по аудитории и рэпа, и хип-хопа, утверждая, что людям, которым нравится подобная музыка, нужно лечиться. А это не более чем типичный глюк человека, считающего свои музыкальные предпочтения правильнее, чем у окружающих. Можно тысячу раз написать, что это сказал персонаж, но персонаж остаётся персонажем, вымышленным, существом, не имеющим своего собственного сознания. Ладно бы, если это была бы запрограммированная нейросеть, но это живые люди, авторы определяют, что он скажет, как он это скажет, в какой форме, с какой эмоцией, посылом, и как визуально будет обыграна эта сцена. Я тоже могу себе позволить оценочное суждение, не как Грибановский, а как, скажем, моё альтер-эго Джуд. Что, судя по всему, авторы сериала «Говнари» с ограниченным кругозором, чьё музыкальное развитие остановилось в пубертатном возрасте. Ну а что, а почему нет? Судя по их вкусам, так оно и есть. Я презираю взрослых людей, которые заканчивают своё интеллектуальное развитие раньше, чем потеряют девственность. Всё. Теперь я снова Грибановский. Приятно, наверное, было, да, такое услышать? Не менее печалят и взрослые люди, которые в комментариях пишут вот эта извечная жертва сама виновата. Она знала, на что шло. Ну, друзья мои, ну вспомните вы себя в подростковом возрасте или чуть раньше. Вот представьте, если бы вам в детстве человек, который был бы для вас важен в ответ на простой вопрос, взял и отхуесосил вас на всю страну и сказал, что вот люди такие, как вы, которым нравится что-то подобное, вам нужно лечиться. Ну это же тракетия. Нет? Разумеется, я немного драматизирую, но как иначе разжевать очевидные истины для всех тех, кто хочет жить в современном обществе, где все уважительно друг к другу относятся? Они стигматизируют, навешивают языки из-за вкусовых различий и прочее, прочее, прочее. Подводя итог, раз уж Metal Family публично оскорбили, пусть и публично извиняются. Если не хватает мужества от собственного лица, то пусть это сделает так называемый персонаж Чес. Тут дело даже не столько в том, обиделся ли сам человек, ставший их невольной жертвой или нет, а в том, чтобы их фандом понял, что они поступили неправильно и что не надо унижать человека за его музыкальные предпочтения. Вот и думайте сами, друзья, дальше, как к этому относиться. Я свое мнение озвучил и надеюсь, что к этой теме нам больше с вами не придется возвращаться. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Удачи!